Доброе утро, дорогие друзья! Хочу показать вам гортензии Пиксио и Бонфаер. Это у нас Пиксио, это все два экземпляра Бонфаер. Это тоже Пиксио, но и Бонфаер у нас тоже приходил такой же, заросший с длинными побегами по весне. И вот тут вот у меня стоит Палистар. Почему я начала снимать этот ролик? Потому что многие получали вот такие вот Бонфаеры, именно такие. И уже три человека мне написали, а что же с ними делать дальше. Дорогие друзья, в основном Бонфаеры покупали очень многие, когда писали, просили, не обрезайте, пожалуйста, веточки, нам нужны черенки. Если вы брали растения на черенки, то, естественно, вы их не обрезали, оно вот в таком состоянии, пушистом у вас и было. Вот, пожалуйста, сейчас снимайте черенки и обрезайте. Но если вы хотели в первый год красивые кусты, роскошные, наросшие, то тогда вам надо было весной, ранее, когда вы их получали, сразу обрезать. Вот эти экземпляры я обрезала, у меня есть об этом видео. Я, по-моему, пять штук обрезала, показывала разные обрезки, то есть на одну почку, на две почки, на три почки, чтобы посмотреть. Вот на данный момент у меня вот этот вот пикси обрезан на две почки. Ну и сам куст был, он такой кривенький, вот эти вот, видите, они шли вбок, что-то куда-то такие страшненькие кустики. Я их обрезала где-то на одну почку, где-то, смотрю, на две почки есть, вот тут даже вот на три почки есть. И вот такой вот у нас получился роскошный, хороший куст. Я ему даже не буду делать нормировочку. И что я обратила внимание, что пока еще цветоносы не заложены, то есть нет у нас тут уплотнения, значит попозже будет. Скорее всего, что пикси, что бонфаер, среднее, позднее цветение будет. Если вот у нас полистар уже, можно сказать, цветет еще чуть-чуть, сейчас я ему дам подкормку, и он будет роскошно цвести. У других гортензий трогаешь уже, то есть есть уплотнения цветочки, там бутончики есть. У них пока что нет, скорее всего, будет попозже зацветать. Хотя это не молодое растение, его видно, да, по стволам, что оно было не молодое растение. Что же сейчас вот делать вот с таким вот кустиком, кто не обрезал, да, можете снять черенок, все как хотели, ну и естественно обрезать. Я бы тут оставила раз-два, вот три побега. Остальные просто убрала бы на одну почку. Эта одна почка, скорее всего, тоже проснется, и она успеет, успеет у нас созреть. Видите, потому что вот мы сейчас берем черенки, и те взятые черенки у нас успевают созреть и уйти спокойно в зиму. Как я за ними ухаживаю? Они у меня в горшках. Землички мало, надо досыпать, ну или замульчировать чем-нибудь. И я досыплю землю. Как я за ними ухаживала? У меня было две обработки, подкормки вернее. Один раз я в грунт подкармливала монофосфат калия для того, чтобы у меня была хорошая корневая система, развелась. И один раз я по листу подкармливала 20-20-20, у меня это полантофол. И естественно обрабатывала от клеща и фундазолом обрабатывала от болезни. Вот здесь даже видно немножечко. Вот, сейчас я буду делать третью обработку. У меня есть для гортензий удобрения. Таким вот удобрениями я сейчас их подкормлю. Здесь есть все микро-макроэлементы. В принципе, все, что им нужно, я его уже пробовала. Хорошо работает, стоит недорого. Недорого стоит оно в фикс-прайсе 50 рублей. Вот такой пакетик здесь 100 грамм. На ВБ что-то в районе 150 рублей, у кого-то 110. Ну, по-разному, но дороже. В два раза, можно сказать, дороже. Ну, это где была? Ты в чем такая? Кару ела. Вот где я была. Ела кару, да? Что пышность наших кустов, ваших кустов, зависит от вашей обрезки. Как вы будете ее обрезать? Коротко ли оставляя 2-3 побега с огромными шапками? Вот так вот, как я обрезаю побольше побегов с шапки, будет чуть помельче. Знаете, это мое мнение, я никому его не навязываю. Я считаю, что обрезку нужно делать так, как вам нравится, как вы видите взглядом, как будет выглядеть ваша гортензия. Смотрите, мне нравится вот этот вот кустик, такой пушистенький, хорошенький. Очень нравится. На следующий год опять же будет, то есть гортензия обрезается каждый год, каждый год. Вот нельзя ее запускать, чтобы она у нас загустилась. Ну и было вот подобие вот такой вот, подобие вот такого вот кустика. Так что вы сами художники по обрезке вашей гортензии. Пробуйте, творите. Все сразу не получается, творите из года в год. То одно, то другое, и вы выйдете на то, что вам нравится. На вопросы, почему у меня растут они в горшках. Знаете, у меня и в грунте есть гортензия, и в горшках есть гортензия. Вот здесь у меня такой участок, здесь мне посадить негде. И естественно, хочется любоваться гортензиями после того, как отцветет какие-либо другие цветы. Будут сюда выноситься, будет очень красиво. В горшках, как себя чувствует гортензия в горшках. Вот взять пиксию, она невысокая, 80 сантиметров всего. У меня вот на данный момент у нее 15 литров. Конечно, в грунте ухаживать за гортензией намного легче. Это реже полив. Это можно сделать реже подкормки. Ну, 3-4 раза за сезон, даже 2 раза за сезон. Что ни скажешь о горшечном выращивании. Здесь постоянный полив. Тем более у нас, когда стоит жара. Ну, лет это жара. Постоянный полив, постоянные подкормки. Если подкармливаете в полной дозе, это раз в 7-10 дней подкармливать. Я же подкармливаю в половине дозы, поэтому я подкармливаю каждый полив. Ну, иногда через полив. Бывает, что некогда через полив. Как понять каждый полив? Тоже очень много вопросов. Ну, то есть, вот у меня сейчас гортензия требует полива. Вот она слегка, слегка у меня влажная. Ну, так как это гортензия, я не даю земле пересушиваться. Сейчас я буду ее поливать. И как раз добавлю подкормки. И подкармлю наших красавиц. В жару еще очень удобно ставить какое-то блюдце под горшки. Обратите внимание, что вот эти вот технические горшки, у них очень хорошие дренажные отверстия. И гортензия будет питаться водой из-под низу. Вы знаете, очень быстро. Нет, она не застоит, корень ее не сгниет. Вот налил буквально. Я наливаю полную. У меня такие, как сказать, емкости есть. Ну, они продаются вот в Леруа Мерлен. Тоже в Фикс Прайсе, в Светофоре. Как бы для обуви. Вот я ее полную наливаю буквально 20 минут. И воды там нету. Могу еще раз подлить. И гортензия прекрасно себя чувствует. Ну, видно по ее листу то, что она не пересушивается. Когда пересушивается гортензия, не хватает ей влаги, у нее кончик листьев начинает сохнуть. Куда же их зимой? Вы знаете, я уже не одно видео показывала, как у меня цветут гортензии летом. И также есть видео, как я их показывала зимой и ранней-ранней весной. Также в горшках они у меня и останутся зимовать. Можно будет положить их на бочок для того, чтобы не сломались у них веточки. Там обрезать, да, немножко до конца. Я не обрезаю, потому что, может, к примеру, вот тут не вызрело. И оно может подмерзнуть. Или сильный мороз и может подмерзнуть. Поэтому, к примеру, вот этот кустик у нас вырастает. На следующий год я буду его обрезать на 1-2 почки. А вырос он у нас длинный. Да, я обрезаю на 3-4 почки. А весной уже потом делаю еще подрезку. Ну, естественно, убираем все тонкое, некрасивое и в другую сторону растущее. Прекрасно они зимуют. Даже зимуют П-9 горшочки тоже на улице. Ну, да, бывает такое, вот как в этом году. Зима была непонятна. Очень большой выпад, вы знаете, и в горшочках, но и в грунте тоже был очень большой выпад растений. Ну, не только гортензии. Много чего повыпадало в этом году. Вот у меня, например, выпил желтый пион. Был огромный красивый куст. В прошлом году, по-моему, было 9 на нем цветков. Я думала, в этом году вообще будет очень шикарный куст. Но нет, он у меня вышел поздно. И вышла одна веточка такая тоненькая. Ну, правда, с цветочком. Но хотелось бы, конечно, чтобы он был еще больше каждый год. Тем более, пион у нас цветут недолго. Полюбоваться. Ну, вот так вот. Зима, ничего с этим не поделаешь. Так что, если будет выпад, то он будет и в грунте, и не только в горшках. Прекрасно они зимуют. Прекрасно зимуют они у нас на улице. Очень удобно вот это вот горшечное выращивание. То, что можно в разные стороны убрать, подвинуть, отодвинуть, туда поставить, сюда поставить. Очень удобно. Конечно, не все гортензии у меня в горшках. Также у меня они растут и в грунте. И буду еще сажать в грунт. Но, например, на сегодняшний день мне некуда посадить. Потому что у меня там идет стройка. Недавно тоже с одной женщиной разговаривали. Она, ой, у нас дождик пошел. Побегу убирать свои гортензии. Знаете, если нет урагана, просто идет дождь. И пускай ваши гортензии стоят под дождем. Им будет очень от этого хорошо. И вы даже обратите внимание, на следующий день они как бы, знаете, так благоухают, такие хорошенькие, улыбаются. Так что дождик, дождя они не боятся. Ну, естественно, если град, там сильные порывы ветра, можно куда-то спрятать. А вот просто дождик, пускай они стоят под дождем. И вы не зальете свою гортензию. Тем более сейчас летом. Если у вас хорошие дренажные отверстия, тем более, ну, практически невозможно ее залить. Не практически, а невозможно ее залить. И с первого раза, когда у нас начинается залив, подгнивание корней. К примеру, у вас маленькие-маленькие отверстия. Вы плеваете, плеваете. Не успевает грунт просыхать. Здесь стоит вода, и от этого идет гниение корней. А когда у вас хорошее дренажное отверстие, вы плеваете. Вода лишняя уходит. Естественно, у вас все хорошо. Тем более, гортензия очень любит воду. Ну, прям не вот постоянно стоять в воде. Но влажность, влажность воздуха, влажность грунта для нее очень даже хорошо. И можно вот так вот подрыхлить. Не можно, а нужно подрыхлить. Кстати, вот говорили, грунт со светофора, фазенда, по-моему, называется. Вот здесь он у меня добавлен. Но, естественно, здесь он не один. Здесь у меня моя земля чернозем, плюс перегной, плюс песочек. И прекрасно растут гортензии. Но, опять же, скажу, по ним видно, что они прекрасно растут. Вот эти вот желтые листочки тоже, сейчас спрашиваю, у меня там желтые листочки. Вот они у меня стояли близко друг к другу. Это просто, я думаю, воздухообмен нет. Туда мало попадает воздуха, они пожелтели. Ничего страшного, просто уберите. В этом абсолютно нет ничего страшного. Смотрю, какая красивая ветка вышла. Вот, видите, с нижней почки. На следующий год это будет красивенький, хорошенький кустик. Вот это вот можно, в принципе, было бы убрать. Но не буду. Мне очень нравится сверху куст. Смотрите, как он смотрится. Красивый. Полистар. Гортензия, полистар. Здесь его наносит в 5 литрах. Это тоже маловато. Ну, на этот год хватит. Я его не обрезала от слова совсем. Вот они макушечные, которые почки были. Они, видите, все цветочные. Они как раз и зацветают. Практически все-все-все слепых побегов очень мало. Вот здесь вот именно 3. Даже вот цветает 2 слепых побега. Их можно было бы сейчас снять на черенок. Но я хочу... Вот еще 2. Я не хочу их снимать. Почему? Я хочу, чтобы у меня на следующий год еще был пышнее куст. Пышный прям. Хороший-хороший. Поэтому не буду его трогать. Вот как он растет, так и растет. Так часто я меняю грунт. И надо ли давать больший объем. Ну вот 3 сезона. 3 сезона спокойно просидят. Кроме полистара. Полистарочку мало. 5 литров. И так же можно его посадить в 10-15 литров потом. Это можно сделать перевалкой. В любое время. Именно перевалкой. И куст ваш никак не пострадает. Он вообще даже не поймет, что его перевалили. Вот. Раз в 3 года можно поменять грунт. Не именно вверх убрать, да. А вытащить. Убрать половину корней из-под низу. Заложить опять хорошую вкусную землю. И посадить наши гортензии. И тоже это делается весной. Весной или поздней осенью. Ну, я люблю этим заниматься ранней, ранней весной. И гортензия прекрасно себя чувствует. Начинает расти, как ни в чем не бывало. Дорогие друзья, если вы сейчас... Если вы, в принципе, не обрезали ваши гортензии. Сейчас это можно сделать. Лист уже выпущен. Никакого сокодвижения. То есть вас гортензия не заплачет. Не нравится вам. Смотрите на свой кустик. Обрезаете. Да. Некоторые... Я просто недавно была в гостях. Обрезала там тоже кусты гортензии. Хозяйка охала и ахала говорит, что будет у меня инфаркт. Да как так можно? Можно легко и непринужденно. Берете секатор. И сейчас садитесь и лежьте. После обрезки вы обратите внимание. Ну, допустим, сейчас мы вот это вот все-все-все уберем. Оставим вот эти три побега. Естественно, вся сила, корень всю силу даст на эти три побега. Три побега легче кормить корню, да, чем, например, вот несколько побегов, как у меня здесь. Ну, это у меня гортензия. На мой взгляд, опять же скажу, на мой взгляд, не надо писать то, что там у меня много веток. Можно было бы то убрать, можно было бы это убрать. На мой взгляд, у меня здесь нормальный веток. То, что я хочу. Например, вот эти вот они зацветут. Вот это даже если не зацветет, вы скажете, зачем он нужен. Но он мне нужен на следующий год, чтобы у меня был шарообразный такой куст красивый. Я именно вот такие люблю кусты. Кто-то любит пускать три побега, например, вверх, да, и три огромных цветочка. Я не говорю, что это неправильно. Это тоже правильно. Опять на свой вкус. Чем гортензия хороша, что можно подладить ее на ваш вкус, как любите вы. Я люблю так, а вы любите так. Значит, я буду делать так, а вы будете делать так. Очень много споров в интернете идет по этому поводу. Ну, я считаю, что здесь спорить не о чем. Здесь опять дело вкуса. Кому что нравится. Вот этой гортензии, конечно же, тяжело. Во-первых, двухлитровый горшочек. Там очень такая хорошая, мощная корневая система. Ее бы хорошо пересадить, но я пересаживать не буду, потому что ее хорошо спрашивают. Пикси у меня есть в продаже. Как отправлять? Отправлять тяжело. И исправить, естественно, можно. Ну, конечно, уже в этом году прям вот такого вот кустика не будет. Но на следующий год это будет шикарный, хороший куст. Вот. Как разводить это удобрение? 10 грамм на 10 литров. Я развожу 5 грамм на 10 литров. У меня есть вот такой бак. Здесь у меня 80 грамм. Я просто половину сейчас сюда высыплю. Тут даже получится чуть поменьше. Ну и достаточно до следующего полива. Абсолютно достаточно. Будет для каждого используем подкормки. То есть, если надо будет завтра поливать, значит, я и завтра полью. Если завтра не надо будет поливать, они еще будут влажные, значит, я полью через 3-4 дня опять в такой же дозе. Ну, думаю, наверное, все рассказала. Если что-то я забыла, вам не досказала, пишите в комментариях. Я вам с удовольствием отвечу. На этом будет заканчивать свое видео. Если вам понравилось, лайкайте. Кто не подписывался, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.